Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем последнюю, заключительную, 21 главу книги «Судей Израилевых». Читаем в переводе российского библейского общества. В предыдущих главах рассказывалось о страшном преступлении, которое совершили жители города Гивы из колена Вениамина, о том, как они всю ночь насиловали и довели до смерти через насилие, через поругание несчастную девушку, которая оказалась у нее в гостях вместе со своим мужем. После этого произошла целая гражданская война. И вот колено Вениаминова практически уничтожено, потому что остальные колено Израиля отомстили вениаминцянам за эту мерзость, за это беззаконие, которое произошло у них в городе Гиве, и одержали победу над ними, фактически уничтожив большое количество и людей, и городов, и сел из Вениаминова колено. Что же было дальше? Когда израильтяне собрались в Мецпе, они поклялись не выдавать своих дочерей за людей из племени Вениамина. Вот перед началом гражданской войны, о которой мы читали, было целое собрание всех вождей Израиля, из всех племен, из всех наделов. И был такой страшный гнев по отношению к вениаминцянам за то, что они сделали, за то, что они не выдали тех преступников, которые непосредственно были виноваты в этом преступлении, что вот в том числе поклялись, что никаких браков с этими страшными вениаминцянами совершаться больше не будет. «Теперь израильтяне пришли в Бет-Эль и, сидя перед Господом, громко и горько плакали до самого вечера. Они говорили, «О, Господь, Бог Израиля, зачем же это было нужно? Теперь Израиль не досчитывается одного племени». То есть после победы они осознали, что произошло. Они пришли вот в одно из тех святилищ, посвященных Богу истинному, Богу живому, там, где был ковчег Завета, и плакали и молились вот о той страшной трагедии, которая произошла. Гражданская война, убийство братьями братьев, опустошение городов и сел и потери одного из колен. Фактически вениаминного колена больше нет. На следующий день рано утром израильтяне воздвигли там жертвенник, принесли на нем жертвовсесожжения и пиршественные жертвы. Помолившись, воздев свои сердца как бы к Богу и сказав, «Господи, как же это могло произойти? Как мы могли до такого дойти? Зачем все это было нужно?» Они принесли жертвы. Ну и дальше стали обсуждать между собой происшедшее. Они спрашивали друг у друга, а есть ли в флюминах Израиля люди, которые не пришли, когда мы собирались перед Господом, а они дали великую клятву, что все, кто не пришел в Мицпу предстать перед Господом, будут преданы смерти. А есть ли такие среди нас, которые не стали участвовать вот в этой всенародной войне, которые предпочли отсидеться мирно и спокойно, и не выступили вместе с нами против того беззакония, которое произошло? «Израильтянам стало жаль своих братьев из племени Вениамина. Теперь Израиль лишился одного из племен», — говорили они. «Как найти жен для тех из них, кто уцелел? Ведь мы поклялись Господом не выдавать своих дочерей за них». Они спрашивали друг у друга, есть ли в флюминах Израиля хоть кто-нибудь, кто не пришел в Мицпу предстать перед Господом. И оказалось, из жителей Евеши Галацкого ни один человек не присоединился к войску, и никого из них не было на том собрании. Собрали все войско, и из Евеши Галацкого никого не было. То есть как бы две заботы. Во-первых, что делать теперь с Вениамином? Больше нет никого. Женщин особенно нет. Некоторые мужчины еще остались, а все женщины остались перебиты, потому что мужчины увлеклись тем, чтобы участвовать в сражении. Израильское войско притворно отступало, а вот другой отряд, который был в засаде, ворвался в город и перебил там буквально всех. Это одна проблема. Мы теперь фактически лишились колена одного из Израиля, Вениамина. Какое-то количество мужчин осталось, женщин нет совсем. Но мы же принесли клятву, что наши девушки из других колен не будут выходить замуж за жителей Вениаминова колена. Как теперь быть? А есть ли какой-то город, который не участвовал в этой войне и, соответственно, не участвовал в принесении этой клятвы? И вот оказалось, что город такой был. Евеш-Галацкий. Это вторая проблема. Кто предпочел отсидеться? И тогда община Израиля послала в этот город 12 тысяч воинов, велифом. Идите и перебейте жителей Евеша-Галацкого вместе с женщинами и детьми. Вот вам приказ. Предайте заклятие, уничтожьте там всех мужчин и всех женщин, познавших мужчину. То есть вот этих жителей Евеша постигла тоже очень незавидная участь. Такая же, как жителей Гивы и других селений Вениаминова колена. За то, что они не участвовали в всеобщей гражданской войне, за то, что они решили остаться в стороне, вот они оказались таким образом наказаны. Всех женщин и всех мужчин уничтожили, оставили только девушек. Для чего? Как раз для того, чтобы они стали невестами, женами для тех немногочисленных мужчин из колена Вениамина, которые оставались в живых. Среди жителей Евеша-Галацкого нашлось 400 девушек, не познавших мужчину. Их привели в стан израильтян, в селом, что в Ханаане. И потом община Израиля отправила послов с предложения мира к тем воинам из племени Вениамина, которые укрывались у скалы Римон. Воины Вениамина вернулись домой и им отдали в жены девушек из Евеша-Галацкого. Но девушек не хватило на всех. Было 400 девушек из Евеша, уведенных вот таким образом для того, чтобы стать женами оставшихся в живых вениаминитян. Но их оказалось мало, воинов было больше, чем 400. Народу стало жаль племени Вениамина. Господь лишил израильтян одного из их племен. Старейшие на общине задумались, как найти жен для тех из них, кто уцелел. Ведь все женщины из племени Вениамина перебиты. И они сказали, на дел спасшихся вениаминитян должен остаться за Вениамином. Ни одно из племен Израиля не должно исчезнуть. Но мы не можем дать им в жены наших дочерей. Ведь израильтяне поклялись, всякий, кто отдаст дочь в жены человеку из племени Вениамина, будет проклят. Невозможно допустить, чтобы колено Вениаминова перестало существовать. Божественные установления о том, что каждому колену должен быть дан свой надел, не могут быть отменены людьми. И вот тут они вспомнили, каждый год в селааме бывает праздник Господа. Это к северу от Бетели, на восток от дороги, ведущей из Бетели, в Шехэм и к югу от Ливаны. Они велели людям из племени Вениамина, идите туда и спрячьтесь в виноградниках. Когда увидите, что девушки селома вышли обводить хороводы, выбегайте и хватайте их. Пусть каждый из вас возьмет себе одну из них. Возвращайтесь в землю Вениамина. Когда их отцы или братья придут к нам с жалобой, мы их попросим, оставьте нам ваших дочерей. Не все из нас могли добыть себе жену на войне, а вы не могли отдать своих дочерей сами, на вас был бы грех. Так и сделали люди из племени Вениамина. Каждый взял себе в жены одну из похищенных, одну из девушек, водивших хороводы. Затем они вернулись в свой надел, вновь отстроили свои селения и стали в них жить. Вот такая история о похищении девушек для оставшихся вдовцами или еще не вступивших в брак воинов из колена Вениаминова. Немножко напоминает то, что когда-то произошло в Древнем Риме, когда город был только основан. Израильтяне тоже разошлись по домам. Каждый вернулся к своему племени, в свой род, все разошлись по своим наделам. В ту пору у Израиля не было царя, и каждый делал, что хотел. Вот этими словами заканчивается 21 глава книги Судей и заканчивается вся книга Судей. И это есть лейтмотив. Народ, поселившись в той земле, куда Господь привел народ Израилев, забыл почти полностью о Боге, часто уклонялся в язычество, часто забывал тот завет, тот закон, который через Моисея Богом был дан. Творились страшные злодеяния. Не было царя, не было бы кого-то, кто направлял народ. Каждое делал, кто хотел. Вот это такой один из самых страшных периодов в жизни израильского народа, который правдиво и страшно, но честно описан вот в этой книге Судей. А что было дальше с историей израильского народа, об этом говорят уже следующие книги, прежде всего книги царств. А книгу Судей мы читали в переводе Российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok